Всем привет, мои дорогие! С вами снова Таурус, и кто там... кого-то я слышал на... слышал голос чей-то? Я не знаю, чей-то слышал голос. Может, голос своей собаки? Блин, не знаю, наверное, послышалось. Ну что, поехали! Нам осталось совсем немножко, мы уже вот на 46-м уровне остановились, да? Вроде как. Вот, и нам, пожалуй, на пару эпизодов, мы так с Лёшей договорились, 7 и 8... Нет, сейчас 8, наверное, уровней пройдём, и потом ещё 7. Да. Ну, ещё я хотел про гравитацию показать. Ой, гравитация. Ну, трение, то есть, да? Фрикшн. Вот, и будем как-нибудь извращаться, скажем так, с этим режимом. Так, ну, уровни у нас повторяются, хотя... Или это обман зрения, или мне кажется, что левая луза как-то дальше находится, чем правая часть стола. Да. Я думал, что у меня уже всё, глаза такие. Точно левый глаз дальше, чем правый. Так, надо научиться прицеливаться. Слушай, а как ты относишься к РПГ вообще? Жанру такому? Или не твоё? Смотря какие. Ну, пошагал. Что же, блин, что-то вообще ничего у нас не летит с того. Сейчас много чего полетит, я тебе могу это гарантировать. Смотрите. Смотрите, да? Шестёрка сейчас. Хлоп. Ага. Я просто угадываю. Ну, полетело же. В самом-то деле. Полетело, но не в лозу. Вот. Просто у нас тут такой диалог развернулся с подписчиками насчёт пошаговых стратегий, ну, РПГ, вообще, такого жанра игр, потому что, в принципе, они не нравятся. Я вот думаю всё-таки, как проходить или не проходить, чтобы параллельно, допустим, всегда одна была игра, допустим, из трёх такого себе жанра. Ну, знаешь, что в реальном времени тебе нравится РПГ, да? Диабло тоже. Ну, хотя оно такое себе РПГ. Скорее экшен. Ну, вот, мне скорее экшен нравится. Экшен РПГ, нежели чисто РПГ. Так, ну, пора. Пора, 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 пора. Блин, что творится? Нормально. Вот, не знаю, я до сих пор даже... у меня диск валяется, до сих пор не попробовал Disciples игру. А, так погоди. Это типа героев, да, вообще? Типа героев, да. Тоже, насколько я так понял, тоже пошаговая. Вот. В принципе, я тоже, я никогда в неё не играл, но наслышан. Я знаю, что есть фанаты Disciples, которым мне особо и герои нравятся. То есть, наверное, что-то там всё-таки отличается. Интересно было посмотреть. Я помню, когда ещё на старом компьютере я играл в Kings Bounty 2. Только я там немножко не понял. Ты вообще в Kings Bounty играл? Ну, нет, не играл. Подожди. Я играл, я не знаю, во что я играл. Там что-то фонтан был там в замке, что-то ещё там. Я вот не знаю, что это за игра была, но очень похоже было на героя. Ну, на Kings Bounty. Ну, я понял, похоже, что такое. Вот, дело в том, что в первую часть я как раз не играл. Ты ходишь. Я? Ты? Да. А, ну да. Вот, в первую часть я не играл. А на чём первая вышла, я даже и не вспомню, пожалуй. Ну, наверное, на всяких там компьютерах, да, скорее всего. Не на консолях. Вот. А вот вторая, она была каким-то русским человеком создана. То есть, тоже для меня это было удивление. И даже только харьковчанином, слушай, на самом деле. Я тогда удивился, на самом деле. Игра мне понравилась. Потому что там действительно были принципы героев, только... У тебя только один герой, только ты одним человеком командуешь. Вот. И ездишь по городу, то есть там пять миров, скажем так. Из одного мира во второй мир, ну и всего. И так далее. И они регенерировались случайным образом. Что, кстати, тоже классно и на реиграбильность влияло. В King Bounty такое разу было. Ну, во второй части. То есть, не знаю, может быть, это хак какой-то был. Но как хак-то? Все-таки серьезная проработка была. Все-таки серьезная. Так, что-то нам пора уже начать выигрывать. Серия героев, кстати, тоже всегда мне была интересна. В принципе, тоже по шагу в РПГ получается. Так. Нет, сейчас герои уже не те. Ну, я в шестые не играл, я в пятые играл. Ну, неплохо. А я и в пятые не играл. Я и в четвертые не играл. Я играл вторые, третьи. А. Не, моими первыми героями как раз четвертая была. И как раз... Я тебе больше скажу. Это первая игра, которую есть... Первая и единственная игра, которую я себе покупал на компьютер. Серьезно. Просто как вот только у меня компьютер появился. Это был 2005 год. Во-первых, мне друг-одноклассник записал там штук 15 болванок. Записал всякие там игры мне. Doom 3 был. GTA Vice City. Блин. Dungeon Siege 2. Ну, еще какие-то игры. Perriash тоже. Шутер такой был. Вот. Единственная... Единственная игра, которую я купил сразу же, как только компьютер появился. Это были четвертые герои. Вот. Ну, там еще разные дополнительные компании были. Достаточно прикольно. Так, давай стараться. Как ты смотришь на мое предложение? Ну, надо стараться, но стол... Неадвокатный стол это не позволяет. Неадвокатный. Адвокат! Блин, а я думал... Ну, вас сильнее бы даже не ударил, наверное. Да. Скорее всего. Да, зико адвоката в России драйвит это, да? В России драйвит... Ой, не раздетай. Про футбол. Драйвит из-за... Из-за чего? А, из-за вот этого, прикол. Из-за фамилии адвоката. А в Англии из-за имени. Слушай, я как-то и не задумывался. Точно, точно. Ну и в Америке тоже. Ну, давай забивай шестерку теперь. Шестерка, я думал, четверку... Ну, да, наверное, так, только... Я сейчас... Видели мои головы сейчас? Как я ее поворачиваю, чтобы как-то расчет... Получится? Нет? Нет. Слушай, это легкий же стол. Или мне кажется, или он действительно легкий? С такими темпами мы с 8 уровней, наверное, не успеем пройти. Посмотрим. Да, вчера, конечно, Лига Чемпионский вечер. Блин, очень меня не порадовал. Шахтер в чистую просто Боруссии проиграл. Да шо, шо, вот видишь, вот отскакивает и все. И идет по одной и той же территории. Ну, посмотришь, тут защищает лузу вот эти вот бортики. Вот что-то с ними надо делать. Вот так вот, наверное, да? Встаем. Ну вот, видишь, опять идет по той же траектории. А они... Ну да, это Дэнди, что тут поделаешь. Ты мне про реализм впаривал от этой игры. Я? Да. Я про Сайдпокет вообще-то впаривал. Не-не-не, я имею в виду, что все игры вообще-то на реальных событиях там и так далее. Ну да, и оно это же основано на реальных событиях, но это нереальные игры. Ну да, Бильярд. Бильярд, Луна, все это есть на самом деле. Гравитация там есть, тарение есть. Ну, посмотри, что творится. Сейчас, прикинь, не пройдем в стол. Линейку тут и не подложишь. Наверное. Как я делал это там на Mail.ru, когда играл в Бильярд. Шахматами, кстати, заинтересовался в последнее время. Смотрю там всякие чемпионаты, читаю теорию там, книги всякие скачал. Я не буду с тобой шахмат играть. Нет, да, я не прошу, на самом деле ты меня победишь, я так думаю. Дело в том, что я вот смотрю всякие партии, в принципе, понимаю все это. Но когда сам начинаю играть, такие детские ошибки совершаю, что стыдоба такая. Ну, короче, я не знаю, наверное, у меня просто аналитическое мышление слабо развито. Поэтому как-то, ну блин, меня же раздражает. Я просто бросаю все, закрываю игру. И раздражает, конечно, до ужаса, когда тупишь в таком каком-то месте вообще стандартном, где не стоило бы тупить абсолютно. Хотя, в принципе, так интересно, за чемпионатами последить и так далее. Ну, скачай ЧСБ из себя и 2000 партий, наслаждаясь. Да нет, там на самом деле сайт есть хороший, ЧСГеймс, там чуть ли не все партии мира сыграны. С 1800 каких-то годов, это каждый год. Там можно отсортировать по разным дебютам. Слушай, смотри, я задумываюсь о шахматах и рассчитываю геометрическую траекторию и забиваю все. Так, вот так вот. Вообще, конечно, знаешь, обилие игр на Dendy, на NES меня очень сильно поражает. Раньше как-то вот основные были игры, я думал, пройду их там, да и все. Но каждый раз открывая чисто наугад игры, они оказываются прикольными. Вот недавно тоже с Лешей искали, во что еще можно на двоих поиграть. Ну, кроме тех вариантов, которые мы задумали, кроме тех вариантов, которые вы нам советовали. Вот, допустим, мини-гольф. Вот Лешу он пока не очень заинтересовал. Я ему скинул в скайпе, он даже не захотел скачивать. А игра-то классная на самом деле. Кстати, знаешь, что там? Там есть разные столы, допустим, слон лежит, которому надо в хобот попасть, чтобы там дальше шар прошел. И так далее, всякие приколы такие. То есть настоящий мини-гольф, как вообще вот, ну, бывает это все. Вообще, я в гольфу с удовольствием поиграл когда-нибудь. Ты никогда не играл вживую? Нет, и даже и не хочется. Не хочется? Не знаю, мне так интересен вообще процесс, как это все рассчитывать. Хотя, мне кажется, сложно это, наверное, долго учиться надо. Рассчитывать? Там ты никак не рассчитаешь. Главное, первых, наверное, из нескольких ударов добить до лузы. Ну, ты хотя бы приноровиться клюшке, чтобы, ну, научиться бить. В бильярде это все-таки полегче. Вон, у меня диски были, вон, на то же самое, на 3DO. Lower your score. И там какие-то профи там втирали, как играть в гольф, какими клюшками. Прямо в игре, что ли? В какой игре? Это типа обучения было. А-а-а, я понял. Учебный диск такой себе. Ну, да. Давали совет по психологии, там, но все равно английском. Слушай, а на Соньку я даже не вспомню, было ли что-то такое обучающее. Помню, какие-то продавались детские обучающие программы, там, с математикой, всякие типа курсы. Были, короче, еще со стриптизом были диски, где типа Тетрис. Вот, и надо складывать, чтобы девушка раздевалась. Вот. Ну, и Game Guru были, сборище от читов. Да, у меня до сих пор есть, кстати. Game Guru? Да. Да, он, походу, у всех есть. Прикольная штука. У меня, кстати, был выбор. Я когда-то, я помню, что я ездил на рынок куда-то в Харькове. Вот, и был выбор. Или же купить... Игра была... Neverhood, помнишь такую? Нет. На компьютер игра, там, пластиковый человек такой был, типа... Не помню, как на русский переводить. Ну, пластиковый человек, это как квест был. Очень известная игра была в 90-е годы, кажется. Не Блиц, и, блин... Ну, короче, какая-то страна, там... Вот. Я думал, что эта игра чисто для компьютера. Что, я все? Да, ты все. На PlayStation был платформер с этим же персонажем, назывался Skullmancus. Но я не думал, что и квест есть на Соньке. А оказалось, что есть. Вот. Но, к сожалению, так мне не удалось с него поиграть. Я выбрал гейм-гуру и остался доволен. Потому что там было очень много приколов всяких. И не раз мне это гейм-гуру помогло. Так, один шарик, три удара. Один шарик, три удара. Ты правда думаешь, что ты пробьешь насквозь сейчас этот бортик, в который ты врежешься? Ну, вот, видишь, одинаковая траектория всегда. Хотя нет. Хотя нет. Что-то, какое-то смещение есть все-таки. Не. Что-то там сомневаюсь я сейчас в твоих способностях. Хотя, может быть. Нормально. Ой, хорош! Мои тебе поздравления, это было красиво. Так, ну что, пустишь меня? Тук-тук, кто там? Открывайте. К вам Таурус пишет. Это я, кто я, да. Поиграть. Таурус в пальто. Так, ты запомнил уровень? 49-й? Да. Оу. Так, ну хорошо. Сейчас как раз то время, чтобы показать всю мощь, на которую способны наши бильярдные скиллы. Как там твои чемпионаты по снукеру проходят? Они еще не начинались. А, ты имя что, вообще? Ну да. Играют же там всякие крутые типы. Это я смотрю записи. Старые, да, более? Ну да, 12-й год еще. А-а. Ну и кто твой любимый снукерист? А ты, если я тебе скажу, ты что-нибудь даст? Ну не знаю, может кто-то тоже снукер смотрит и кто-то начнет с тобой спорить. Скажет, Леша, ты не прав. Он нуб. Но я не думаю, что Хиггинс нуб. Хиггинс. Это толстячок такой. Давай, убей. А, я, да? Хиггинс это толстячок, да? Нет, он не толстячок. А, блин. Ну, что-то полноватый такой, да? Невысокий. Нет, он не полноватый. Значит, ошибся. Или, может, это ассоциации... У меня тоже есть один знакомый Хиггинс. Зовут ему мастер Хиггинс, если ты знаешь такого. В Adventure Island обитает. Раз, это Хиггинс? Да. Он мастер Такахаши и мастер Хиггинс. Два в одном. Попоеданы и бананов, да? Так, сейчас попробуем вот так вот. Молодец. Ну, просто супер. Значит, а я... Я не так хотел, на самом деле. Ты мне веришь? Знаешь, какой идеальный вариант? Ты бьешь верхний портик, потом он отскакивает вниз и от угла прямо в четверку. Прямо в угол что-то попал. Хе-хе-хе-хе. М-м-м... Да. Ну что? Ди, блин, слушай. Ты это все рассчитал, да? Ну, так вот приблизительно, да. Оставляй, линии такие фломастером на мониторе радресованы. Да, стрелка у нас уже, кажется, третий раз появляется. Да, и тут фигуры, и выстроенные в один очень такой предмет. Я ничего не знаю. Да, это космический корабль. В галакси они или где-нибудь в другом месте. Даже не знаю, куда тут его посылать. Туда же. Кстати, по-моему, в прошлых уровнях со стрелкой не было вот этого вот ромбика, или был? По-моему, был. Да. Просто думаю, есть ли все-таки какие-то различия, или на картридже место как-то не поместилось. Брали бы пример вообще с Kirby Adventure. Вот почему, блин, так поздно начали выжимать последние соки из Dendy. Оказывается... Перестали раскупать. Ну, получается, 98% игр на Dendy, даже, может, 99% не использовали максимальный потенциал приставки. Игры даже висли некоторые, которые были менее продвинутые, чем Kirby. Всякие тормоза там были, когда на экране много событий происходило. А Kirby там вместили так много всего, и графика такая классная, вообще здорово все. И нормально, круто шла всегда. Так, блин. Я сейчас, блин, сейчас опять умру. Да, стоп, что-то не то, да? Наверное, я очень сильно как-то рискую, и... Хотя, какую рискую? У меня просто все равно. Так. Ну, тебе зато единица осталась. Почему это она мне осталась? Досталась, я говорю. В смысле, я ее бить могу? Да. И она... Семерка от нее залетает. Дело в том, что я сейчас боюсь бить сильно, чтобы самому не улететь. Я сейчас просто буду вот так вот издалека бить. И особо не думать, не беспокоиться обо всем. Пусть лучше ты тратишь свои шары. У тебя их еще три штуки аж. Дальше, дальше. Если мы будем проходить какие-то бильярды... Ну, хотя бы и тратить. Туда-обратно. Хоббит туда и обратно, да. Вот. Сайд-покет тот же, да? Я не думаю, что мы будем полностью... Хотя, как-то его можно пройти. Там же нет таких столов, как здесь. Да, блин. А что ж такое? Не повторяй за мной. Стоп. Нормально? Нормально. Так, ты знаешь, блин, как-то стрёмно мне бить единицу. Мне кажется, что я сейчас сам туда отлечу. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Нормально. Так, а дальше? Надо как-то вот, чтобы ударить сюда, чтобы оно скачало вверх. О, отлично. Нет, не отлично. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ой, как хорошо-то, а. Ну, тебе сейчас вообще красота. Так. Ну и что мне прикажешь делать? Забивать. Да, сказанул. Не, не годится. Рискую, тебе ищу шарик. В кармане лежит. Угу. Угу. А я все жду, не могу дождаться, когда новые серии моих любимых сериалов пойдут. Ааааа, зараза. Подставил ты меня. Я тебя подставил. Не забывай, что тебе есть еще один шар, ты сейчас можешь просто подвести. Ну, видишь, подвел. Чуть-чуть, еле-еле ударю. Еле-еле сказал. Жиж. Давай 51-й стол. Я так думаю, нет смысла из этого стола. Ну, там два мы уже пропустили. Ну, ничего страшного. Так, не 52-й. 51-й, да? Да. Да, да. Ну, вот, опять же, повторяется. Но, наверное, сейчас еще подлинненько, еще более подлинненько расположены шары. Так. Почти. Почти, да. Чуть-чуть. Такой звук у тебя. Так. Да падай, скотина. Ха-ха-ха. Знаешь, как будто ты сам в роли шарика, оказываешься, и все его эмоции. Все, что он чувствует в настоящий момент. Я сейчас думаю, насколько человек странное существо, когда, например, он смотрит какое-то шокирующее видео, да? Ему это неприятно, но он продолжает смотреть. Почему? Это я говорю, например, о том же, я вот уже упоминал в одном из своих видео про канал, не знаю, смотрел ты или нет. Food for Louie. Еда для Louie, короче. Парень из Бразилии, кажется, но живет в Америке. Жрет, короче, что угодно, все, что ему попадется. Это, блин, действительно жутко просто. То, короче, яйца быка сырые съел, то живого паука съел, то скорпиона живого, то нескольких, короче, американских тараканов, знаешь, вот эти вот голопогодские большие. А потом, короче, у него была серия видео, где он дорожных животных ел, которых машина сбила. Кролик лежит, лиса лежит, он их хватает и начинает зубами жевать, отрывать от них куски. Как тебе такое? Ну, знаешь, и почему это люди спрашивают? Ой, смотрят, то есть, да? Ты спрашиваешь? Ну, просто вроде это так отвратительно и... Ну, не знаю, я посмотрел все его видео вообще. То есть, то он личинок куча съел там, боже, это так ужасно. Ему-то плохо, конечно, от этого, но никогда ему не рвало ничего такого. Знаешь, это... Как-то говорят, что только русскому, но тут получается, как были вообще любому человеку. А знаешь, когда если человек... Мерзнет от холода, то ничто не согревает. Лучше того, как осознание, что кому-то сейчас еще больше холоднее. Логично. Более холоднее. То есть, получается, как бы... Смотришь ты ради этого, посмотреть, как этот мудила лишь сожрет это все, хотя тебе неприятно самому это смотреть. Так, пора забивать эту единичку. Сейчас вот так вот сделаю. Там, глядишь, а может, его вырвет там... И радуешься. Да. Хотя сам уже там по колено сидишь. Да люди смотрят, лайков куча. Ну, конечно. И он герой там национальный. Все рады, все начинают хлопать в руки, когда он что-то сжирает и... Открывает рост, что он проглотил. Это как тебе сказать... Хорошо, хоть он, что не начал писать кулинарную книгу. Ну, ему обычно и не надо ничего готовить. Он все так. Ну, жене хорошим может достанется. Да, вот это точно. Можно вообще не кормить. Там кактус ест. Ну, кактус тоже денег стоит. Я тебе кактус не приготовил. Там, дорогая шуна свою... Не знаю, он кактус на окне. Не, ну из кактуса что там? Или вон кукушка бегает. Кукушка. Нет, там крысы, допустим, там завелись. Все в порядке. Че мясу пропадать, верно? Так. Неудобный такой стол. Да вылезай! О, хорошо! Главное, чтобы не попасть самому в лузу. Все, здорово. Ну, как здорово, я тебя подставил сейчас. Ну, как ты по такому столу бить, я не знаю. Он сейчас наверняка стукни с аборта и пойдет в противоположный угол. Как-то бы тебя рассчитать надо было. Главное, не загони в центр, я тебя прошу. Так. Ну, фактически ничего не поменялось от предыдущего удара. А, ну, я вот не могу, прямой удар мне недоступен. Ну? Ну, ёо, ПрСТ! Давай, Алексей, решай ситуацию. Я уже не знаю, как это решить. Все надежда в данный момент на тебя. На твои сверхчеловеческие способности врежешься. Вылези хотя бы оттуда! А-а-а! По-моему, где стояло, там оно сейчас и стоит. Да, блин, чуть-чуть бы подальше подошел. Мне, если честно, уже все равно на соревновательный момент. Хотелось бы уже побыстрее этот стол закончить. Не получилось. А ты что-то планировал такое? План-капкан, так называемый. Хорошо. Не знаю, лучше это или нет. Блин, посмотри, какой шар-то. И стоит того Зелуза, то есть... Блин, в центр полетит. Может, еще ниже немножко. Или... Вот так вот хочешь. Наверное, ты даже больше шансов. Ну да. Все дороги ведут сюда. О! Ой, красавец! Ой, красавчик! Не ожидал я такого. Вообще, как думаешь, вот поехал ты, допустим, бы в Китай, да? Или в Корею куда-нибудь? Ты бы там ел жареный саранчу там? В Корее все-таки, ну, такой, я не знаю, если только в Северной Корее таким кормят. Не, ну в Китае есть. Там даже показывают передачу, как готовить обычную траву. И грязь. Не, серьезно. Я раньше часто думал об этом моменте. Если вот поеду куда-то в Азию, где там будет специфическая такая пища. Там шашлык из личинок, там, из саранчи, из скорпионов. Я, блин, даже не знаю, если честно, как. С одной стороны, интересно попробовать, а с другой, стрёмно. Не, ну почему нет? Укусить просто не понравится, так не понравится. Можно выплюнуть, правильно? А прикинь, какие глаза будут и китайцы, куда ты все это выплюнишь. Какие глаза будут у меня, когда они мне начнут топору нарезать. Так, я лучше вот так на пролом, наверное, ударю. Еще один стол с очень интересными отскоками. Ну что, снова вся надежда на тебя. You are last hope. Only hope. Only hope. Почему не last? По-моему, only. Правильно. Only это единственное, а last последнее. Luke, you are only hope. А, я вообще не про это думал, а просто откуда-то вспомнилось. Слушай, ну блин, как ты так умеешь? Я просто завидую твоему скиллу, честно говоря. Ну что, впустите меня еще раз к вам в гости. Так, 53. К вам на стол. Ты знаешь, с меня сейчас деньги на вебмане за игру. Ты бы давно позже прозорился. Не, я тоже иногда заканчивал, собственно, ручь на уровне. В тот момент, когда ты не мог. Ну что, ты, наверное, последний стол. А знаешь, по-моему, мы должны были уже закончить на 52-м. Пусть этот будет последний, а потом в следующем эпизоде будет последний. И как раз еще покажем с гравитацией, с трением. Всякие приколы. Вот как раз время и будет занимать практически одинаково. Ну, трение будешь показывать ты. Тереться. А, ну хотя почему, у нас все равно на двух будешь запускать игроков. Да, ты же у меня в шакалике управление перехватывал каким-то образом. Ну да. Ну то был шакалик. Там чит такой был специальный. Который я тебе не расскажу. Дай мне хоть да, возможность ударить. Спасибо. Так, ну все, надо заканчивать. Надо сказал заканчивать. Ну, сейчас все жизни потеряешь, вот и закончишь. Это не мой день. Знаешь, и был такой, короче, мультсериал с Джеки Чаном, типа. Смотрел? Нет. Не смотрел? Нет. У нас по телеку показывали, короче, мультсериал, в котором в главных ролях, в главной роли был Джеки Чан. И он постоянно бежал, когда от каких-то бандитов кричал. Плохой день, плохой день. Bad day. Вот что-то вроде этого у меня сейчас. Так. Белл, в Болгарии? К чему это ты? Белл, ты сокращений не учил игровые? Гелл, Белл, ГГ, БГ. В контре. Гелл, ХФ. А, good luck, have fun. Ну. Ну, только я к чему это? Гелл, ну еще раз, теперь давай. Гелл, шо такое? Good luck. А Белл? Белл, нет такого. Бедлок? Да. А, ну да. Уловил твою логическую цепочку, нет! А я уж был обрадовался. Да ты так и начинал уже радоваться-то. Ну так я уже начал, ну ехать да! Нет, стой, 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 стой! Есть моя победа, моя победа, моя победа. Да, я знал, мне нужно было закончить на мажорной ноте хоть один уровень. Ты у нас мажор. Я у нас мажор. Ну а на этом пока и этот эпизод прекратим. Можете быть рады, следующий эпизод будет последним. И на этом мы закончим с лунар-пулом, или же с лунар-болом, или же с лунар-болом. Что еще можно придумать? С лунаром. С лунаром или с болом. Увы-бол, да. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Оставайтесь на линии. Пока-пока.